Привет-привет, с вами снова Маша и сегодня я хочу с вами поделиться своими покупочками из интернет-магазина Алиэкспресс. Если кто не знает, то это китайский интернет-магазин, где представлена просто куча товаров, причем на разную тематику, начиная от одежды и заканчивая косметикой. В сегодняшнем видео я вам расскажу о том, что я приобрела на этом сайте. У меня были сделаны губки, косметики именно в качестве эксперимента, потому что очень много было ссылок на Алиэкспресс, очень много отзывов в группе ВКонтакте Алиэкспресса и именно очень много там косметических продуктов. И мне просто интересно было попробовать, действительно ли отзывы соответствуют действительности, которые люди пишут или, ну не знаю, просто люди от незнания пишут такой бред. Если вам интересно это видео, оставайтесь и дальше со мной. Ну могу сказать, что у меня уже был тесный опыт общения с косметикой, с Алиэкспресса. Я заказывала тени, о которых я рассказывала вот в этом видео. Первое, на чем я хотела бы заострить свое внимание в сегодняшнем видео, это накладные реснички с этого сайта, потому что я видела очень многих блогеров, которые действительно заказывают реснички с этих китайских сайтов, не только с Алиэкспресса, но и других сайтов. Первый наборчик ресничек у меня есть, они достаточно пышные, вот, можете посмотреть. В принципе, очень-очень даже хорошие густые реснички. В носке они тоже очень хорошо себя показали, я вам обязательно вставлю фоточку, покажу, как смотрятся эти реснички в макияже, потому что ими я уже пользовалась. Я могу сказать, что вот эти реснички, они многоразовые, потому что если с ними правильно, хорошо обращаться, аккуратно их прикреплять, а также снимать, то они вам прослужат очень-очень долго. Следующий наборчик ресничек, он, конечно же, немножечко более, скажем так, натурель. Из этого наборчика, вот видите, как выглядит этот наборчик, он совершенно, видите, абсолютно необъемный. Пока я не попыталась ими пользоваться, потому что мне еще не особо ясно, как я ими буду пользоваться, потому что эти вот реснички, они хоть и на ощупь очень хорошие, очень красиво сделаны, объем хороший, длина хорошая, Но меня немного смущает факт, что то, на что я должна наносить клей, это веревочка. Да, китайцы, конечно же, наверное, пожалели нормального материала, но пока я не могу сказать, как их наносить, как они будут держаться, но обязательно в ближайшем времени я их опробую и вам, конечно же, расскажу. Еще здесь у меня наборчик ресничек, и здесь 5 пар ресничек. Об этом наборчике я хочу сказать, что специально эти реснички я покупала для макияжа, для уроков макияжа. Эти реснички, они просто сверхобъемные, просто они обалденные. Как можете увидеть, они выглядят вот так. Как видите, здесь они необычной формы. В общем-то, мне они именно этим и понравились, и я очень-очень хочу поскорее попробовать макияж именно с такими ресничками, потому что, мне кажется, будет выглядеть очень-очень эффектно и очень объемно, красиво. И, скорее всего, какой-нибудь сделаю макияж звезды вот именно с этими ресничками. Если у вас какие-то есть идеи, пожелания о том, какой макияж мне сделать, какой звезды, то, конечно же, предлагайте свои варианты, какой макияж мне сделать. Я, конечно же, воплощу все ваши желания в видео в дальнейших. Дальше, что я заказала еще? Это были вот такие вот, вот такой пакетик с ленточками для дизайна ногтей. Я немножечко пошуршу, извините за этот скрежет. В общем, они находятся вот в таких вот одиночных пакетиках, разный дизайн у каждых ленточек. То есть здесь я пользовалась только, по-моему, одной вот этой лентой, она здесь цветная, но я ее использовала только в качестве того, чтобы делать френч, а также использовать несколько лаков, и чтобы был красивый четкий переход. Именно как предназначенную ленту для дизайна в каких-то красивых вариантах исполнения маникюра я ими еще не пользовалась. Но могу сказать, что я на самом деле думала, что эти ленточки будут немножечко шире. Они, как можете увидеть, они очень-очень тоненькие. Если я их буду использовать в дизайне, я думаю, в принципе, будет неплохо, потому что здесь очень-очень много оттенков, практически все цвета радуги, а также здесь есть такие, скажем так, очень оригинальные, необычные узоры вот этих вот лент. Следующая штучка, которую я заказала на Алиэкспрессе, я очень долго искала ее, на самом деле, я безумно ждала ее. Это вот специальная вот такая штучка, как можете увидеть, для накрашивания ресничек. Есть специальная щеточка для разделения ресничек, вот этот наконечник, и для верхних, и для нижних ресничек, а также специальная вот такая вот штучка, чтобы красить реснички. В общем, я на самом деле не особо еще разобралась, как с ней пользоваться, но точно знаю, что нижние реснички нужно вот так подкрашивать, а верхние, знаете, по-моему, как-то вот так вот, специально вот такое отверстие в глазик вставляется, и вот так вот вы подкрашиваете свои реснички. Я уже пару раз ей пользовалась, могу сказать только то, что к ней нужно привыкнуть. Она действительно очень помогает, если вам нужно быстро-быстро в попыхах накраситься, и вы не хотите лишний раз потом убирать остатки туши с глаз, то, конечно же, это вот отличный вариант, чтобы быстренько-быстренько намазюкаться и побежать по своим делам. Но с этой штуковиной нужна практика-практика, еще раз практика, тогда у вас будет просто отлично и мастерски получаться красить реснички именно вот с этой штуковинкой. По-моему, вот в этом видео про свои фавориты рассказывала о том, что я покупала кисточки свои тоже на сайте Алиэкспресса, я не помню, ссылку оставляла или нет я вам на эти кисти, но меня на самом деле очень порадовали эти кисточки, я ими пользуюсь по сей день, и могу сказать, что ни одна еще кисть у меня не линяла, не облизала. Я их стираю, если можно так сказать, раз в неделю, это стандартно, но иногда у меня получается, что я стираю и два раза, и три раза в неделю, в зависимости от загрязнения моих кистей. И, знаете, мне вот очень хотелось заказать еще одну кисточку, потому что, ну, скажем так, не всегда мне хватает тех кистей, которые у меня есть сейчас, и поэтому я заказала вот такую кисточку, вот она даже вот в таком, даже не знаю, как это выразиться, чехле. Получается, что кисточка вот такая вот, она двухсторонняя, с одной стороны у нас идет кисточка специальная для растушевочки, видите, такая конусообразная кисточка, тоненькая, мне очень она, в принципе, понравилась, ну, как выглядела она на картинке. Это, естественно, синтетический ворс, а с другой стороны, это маленькая, тоненькая, плоская кисточка, она, в принципе, подойдет и для нанесения помады блеск для купа, а также она подойдет для прорисовки уголков глаз, а также нижних век. Честно скажу, конечно, эта кисточка интересная, потому что она делает тадам, и, в общем-то, разбирается, разборная кисточка, но, скорее всего, я ее просто-напросто клеем, заклеим, возможно, чтобы она у меня таких вентилей не делала, ну, и попробую вообще, какая она будет в своем применении. Решила заказать, попробовать хайлайтер, потому что у нас здесь, я вижу только именно дорогие, люксовые марки хайлайтеров, тени, как хайлайтер, меня, на самом деле, уже не особо устраивают. Отставшиеся отзывы о таком хайлайтере, это, ну, естественно, поделка на шугарбокс, у меня это в оттеночке 02, ну, что могу сказать? Вот, открываешь, он запечатан пластиковой крышечкой, видимо, чтобы, ну, не пачкалась крышка основная, и он вот так вот выкручивается, выглядит он вот так. На самом деле, вид, я бы не сказала, что он очень плох, по запаху, тоже не могу сказать, что запах слишком отталкивающий, он, в принципе, запаха не имеет, а как именно использование хайлайтера, он, в принципе, на мне нанесен сейчас, здесь на оскулах, на носике, а также над губой. Я не могу сравнить с другими средствами, потому что, как хайлайтер я раньше использовала исключительно тени. Такой штукой я сталкиваюсь впервые, поэтому судить мне тяжело, но могу сказать именно как об этом продукте, именно китайском, что, в принципе, за свои деньги он хорошо справляется со своей задачей, он выполняет свои функции. По виду он выглядит именно вот так. На камере вы можете увидеть вот такой вот естественный переливчик, как видите, да, вот это. И, в принципе, когда его растушевываешь, его, в принципе, не видно, остается такой вот естественный, светоотражающий такой блеск. Я пользуюсь, знаете, ну, может быть, сейчас на меня посыпется шквал критики, что это китайская косметика, не боишься ты за свое лицо. Я вам могу сказать одно, я не боюсь за свое лицо, потому что я уже очень много экспериментировала со своей внешностью, и, ну, не берет меня вся эта косметика. Вот, 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 слава богу, аллергических реакций у меня на это не возникает, поэтому я не могу вам советовать, что покупайте это офигенское средство. Я именно могу вам сказать, что да, я на себе попробовала, мне понравилось. Как это будет выглядеть на другом человеке, я вам сказать не могу. Почитайте отзывы в интернете, посмотрите видео других блогеров, если у них есть подобные тематики, и сделайте для себя просто выводы, хотите вы поэкспериментировать, попробовать или же нет. Ну, я вот такой вот рисковый человек, я всегда пытаюсь что-то такое попробовать, если об этом очень много пишут, очень много рассказывают, поэтому экспериментирую и показываю вам. Еще одна штучечка такая косметическая, которой тоже безумное количество, много отзывов, именно вот я на самом деле ориентируюсь, могу сказать вам точно, на группу ВКонтакте Алиэкспресса и на самом сайте Алиэкспресса. И вот именно вот этого вот корректора, вот видите, он вообще такой миниатюрка, миниатюрка, по-моему, 3 мл здесь, если не меньше. И очень много хороших положительных отзывов, что это именно корректор, консилер. Я заказала самый светлый, первый оттеночек, мне он понравился. Сейчас он нанесен у меня под глазами, вот в этой зоне треугольничка. Он безумно хорошо высветляет, здесь все недостаточки, темные круги. Но это все нужно наносить обязательно под базу, под макияж, потому что если вы нанесете вот это средство без базы, то, ну я уже экспериментировала, поэтому я вам рассказываю, то у вас могут проявиться мелкие морщинки, обязательно проявится шелушение. То есть, ну, недостатки, которые у вас есть, ну, в мелких количествах, они обязательно проявятся, потому что этот консилер, он не совсем жидкий, поэтому наносите обязательно с базой, чтобы не было казусов у вас. И еще одна штучка, которую я заказала, это была губная помада. Могу сказать, что то, что я заказала красную помаду, меня немножечко, ну, разочаровало. Ну, не то, что цвет. Цвет, в принципе, неплохой, но сейчас на мне находится. То есть, он именно такой вот насыщенный красный оттенок, я даже сказала бы, немножечко уходит в бордовый оттенок. И, ну, он мне нравится. Он мне нравится тем, что он матовый, он высыхает на губах, причем моментально. И могу вам дать совет, что вот такие вот помады, которые, если вы будете заказывать, обязательно наносите сначала бальзам для губ, а поверх бальзама для губ наносите эту помаду. Объясню почему. Потому что эта помада, когда я ее нанесла без бальзама, она безумно стягивает губы. И все ваши мелкие шелушения, мелкие вот эти вот складочки на губах, морщинки, да, все это будет видно. И оно будет ужасно некрасиво смотреться, но когда вы нанесете эту помаду под бальзам, уже эффект абсолютно другой. Ваши губы гладкие, красивые, ухоженные, выглядят очень-очень даже красиво. Поэтому вот такую помаду я не пожалела, что заказала. Единственное, мне кажется, что она скоро засохнет, потому что нанося ее сегодня, я уже поняла, что эту помаду надо наносить быстро. Открыла, нанесла и быстро закрыла, потому что она начинает засыхать. Ну, в принципе, экспериментом я осталась довольна. Помада мне действительно понравилась, хорошая. Есть, конечно, свои недостатки, плюсы-минусы, но опять-таки, это эксперимент, но под него я подстроилась, и я пользуюсь этой помадой. В принципе, ничего со мной плохого не случается. Тьфу-тьфу-тьфу. Ну, скорее всего, я думаю, что я вот такие помадки закажу другого цвета, скорее всего, нюдового оттенка или же какие-нибудь розоватые, потому что очень хочется посмотреть, как они будут себя вести, как они выглядят. Я, конечно же, все ссылочки покидаю на группу ВКонтакте Алиэкспресса и на все продукты, которые я заказывала с сайта. Я все это оставлю в инфобоксе, чтобы вам было откуда брать и черпать информацию, если вам интересно. В принципе, как я уже сказала, это был эксперимент косметических средств из Алиэкспресса, и могу сказать, что, в принципе, я довольна тем, как прошел мой эксперимент с косметикой, потому что кожа не отвалилась, руки целы, губы целы, глаза на месте, все в порядке. Если вы не хотите рисковать своим лицом, своей кожей, конечно же, так не экспериментируйте, как это сделала я, но мне кажется, ради эксперимента иногда можно попробовать что-то такое вот необычное, что-то такое немного пугающее. Надеюсь, вам было интересно посмотреть этот эксперимент, это видео. Я, конечно же, как я сказала, все оставляю вам в инфобоксе, кидаю все ссылки, обязательно смотрите, читайте. Вообще, вы мне скажите, нравятся ли вам такие видеоэксперименты с такой косметикой, и вообще нравится ли вам именно такой жанр видеоэкспериментов каких-нибудь. Обязательно все рассказывайте мне, комментарии, забрасывайте меня вопросами, обязательно ставьте пальчики вверх, если вам было интересно посмотреть на то, осталась ли я жива после всех этих косметических средств. Вот, и спасибо огромнейшее, что вы просмотрели это видео, остались со мной до конца. С вами была Маша, я жду вас всех на своем канале, не забудьте подписаться на мой канал, я вас всех целую и обнимаю, пока-пока!